МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Насколько сработали летом? Прокуратура проверяет муниципальное образование и предприятие ЖКХ на готовность к зиме. Полезные занятия. В эти дни работники Газпромнефть Муравленко проходят курс обучения по теме методы исследования нефтяных скважин. И все на один лад. В школах ввели единую форму для учеников. Окружная прокуратура проверила муниципальное образование и предприятие ЖКХ Ямала на готовность к отопительному сезону. Подобные рейды проводятся традиционно в конце лета, в начале осени. В этом году степень готовности жилищного фонда объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры ямальских городов составила 97,5%. Вместе с тем ряд управляющих организаций не полностью подготовили жилищный фонд к отопительному сезону. Так в Муравленко организации жилищно-коммунального комплекса не выполнили несколько важных процедур, от которых зависит как регулярная подача тепла в многоквартирные дома, так и отсутствие сырости в подвалах. По выявленным нарушениям руководителям управляющих организаций внесены представления об устранении. Исполнение предписаний прокуратура взяла под собственный контроль. Окружной департамент энергетики ЖКХ разработал памятку потребителя. В ней детально прописан порядок формирования платы за жилищные и коммунальные услуги. Представлен перечень нормативно-правовых актов, а также контакты служб, которые могут оказать информационную поддержку. Ценность этой своеобразной инструкции в том, что в ней рассматриваются все возможные ситуации по всем видам услуг. Поскольку, к примеру, для ТСЖ механизм формирования платежей за жилищные услуги будет отличаться от механизма, применяемого при непосредственном управлении. Как, впрочем, по-разному формируется платежка для владельцев частных домов и для жителей муниципальных общежитий. Неодинаковый порядок начислений установлен также для домов, оснащенных приборами учета и неоснащенных. Памятка представляет собой довольно объемный документ. Она состоит из 19 разделов. Увидеть ее можно на портале ЖКХ Ямал. На стоки тоже поставят счетчик. Плата за воду, спущенную в канализацию, может быть привязана к ее объему. Об этом пишет сегодня российская газета. Приборы учета должны появиться для того, чтобы точно замерить количество воды, потребляемой каждым многоквартирным домом. Как отмечают некоторые эксперты, рядовые потребители от введения инноваций могут только выиграть. Дело в том, что сейчас расчет платы за стоки делается во многом на глазок, поясняют эксперты. Считается, что объемы водоотведения равны объемам водопотребления. На деле это не всегда так. Добавлю, пока речь идет только об установке общедомовых счетчиков. Ею займутся поставщики услуг. В эти дни работники «Газпромнефть» Муравленко проходят курс обучения, который проводят специалисты научно-технического центра компании «Газпромнефть». На семинаре производственникам дают теоретические знания в области геофизических, гидродинамических и промысловых методов исследования нефтяных скважин. Подробности у Эрнеста Бавшина. По словам ведущего специалиста Управления геофизических и гидродинамических исследований скважин НТЦ Сергея Мельникова, это не просто курс лекций, в ходе которого слушатели конспектируют слова преподавателя. Вся учеба проходит в форме живого общения ученых и производственников. Такая связь науки и практики. И каждый в ходе такого диалога узнает для себя что-то новое. Ребята работают с фондом, они знают гораздо больше. Они задают вопросы, и уже опираясь на эти вопросы, мы как бы ставим для себя задачи. То есть мы не придумываем их с потолка теоретически. А ребята нам ставят задачи, мы их стараемся решать и рассказывать, как мы пришли к этому. В семинаре принимают участие инженеры и геологи из разных подразделений «Газпромнефть» Муравленко. И по словам преподавателя, они очень активные. А результатом такого тесного взаимодействия, говорит Сергей Мельников, должна стать увеличивающаяся добыча компаний. Надеюсь, он будет виден на общей растущей добыче компании. Потому что завязываются связи, общаются по каким-то вопросам, по конкретным скважинам уже отправляют запрос, так как обмениваемся визитками. Если какой-то вопрос конкретный по скважине звонят, мы его разбираем. Один из участников семинара – заместитель начальника 11-го цеха добычи нефти и газа по геологии Павел Жук. Говорит, что одна из причин, почему он посещает курсы, это общение с коллегами из научно-технического центра. У ученых есть опыт работы по исследованию скважин не только в Муравленковском регионе, но и на других территориях ответственности компании «Газпромнефть». В свою очередь, муравленковские нефтяники делятся своими наработками. Без этого синтеза не будет дальнейшего продвижения ни производства, ни нашей компании. И у нас группа, соответственно, собрана. То есть люди, которые только пришли на производство, только учатся. Мы более как люди, у которых больше опыта. Я задаю вопросы, которые меня интересуют. По практике я сталкиваюсь с этим. Я могу объяснить. Но научное обоснование – это уже задача не моя, а людей, которые занимаются интерпретацией, гидродинамических исследований, геофизических. Курсы по исследованию скважин длятся 4 дня. Из них 2 отводятся на геофизические вопросы исследования скважин и 2 – на их гидродинамику. В группе проходит обучение 8 специалистов предприятия. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник – новости нашего города. Муравленковский детский сад «Теремок» стал победителем всероссийского конкурса инновационных идей и опыта патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот России». За сборники методических материалов коллектив учреждения награжден золотой медалью. Над программой около года работал весь педагогический коллектив детского сада. Состоит она из трех модулей – «Я и моя семья», «Я и мой город», «Я и моя родина». Беседы, экскурсии, учебные занятия – все это направлено на воспитание в подрастающем поколении семейных ценностей и чувство толерантности. Наши дети, наши воспитанники родились, растут, живут в нашем городе. И город Муравленко для них – это малая родина. И мы, педагоги, учим их полюбить свой край, побольше узнать о своем родном городе и стать настоящими патриотами нашего города. И вот с этой целью была создана программа нашего учреждения «Маленький патриот города Муравленко». Рады, конечно, за свой коллектив, за себя, что мы не зря потратили столько времени, не впустую. То есть я думаю, что результат уже налицо, потому что мы уже два года полностью внедряем. Я думаю, смысл есть такие вот программы составлять и разрабатывать, потому что это наше будущее, дети – это наше будущее. В российских школах в этом году появилась единая форма. Учащиеся, их родители и руководство учебных заведений совместно выбирали дизайн одежды, которая должна быть практично, удобно и, главное, выглядеть эстетично. Довольны ли родители полученным результатом? Что думают о новой форме ученики и педагоги, выясняла Татьяна Сорокина. Первокласснику Артему носить рубашку и галстук нравится каждый день. Говорит, даже если сам решал бы, в чем ходить в школу, ничего бы в своем гардеробе менять не стал. «Чтоб выглядеть красиво, чтоб знали, что ты ученик, когда ты идешь в школу». Школьную форму для Яны сшили на заказ. Благородный и довольно редкий цвет для этой одежды – бордо – девочку устраивает. В школьном гардеробе Яны – жилет, юбка, сарафан, блузки и брюки. А скоро, добавляет она, будут еще и шорты. В праздничные дни девочка носит нарядный сарафан. «Он у меня, можно сказать, из другой ткани шит. У него тут красивый внутри подклад. Он, можно сказать, немножечко отсвечивает». Вопрос о школьной форме тщательно прорабатывался еще с весны. Валентина Соломатина, директор четвертой школы, говорит, учителя помогали родителям. Выбирать фасоны советовали адреса сайтов с оптимальным соотношением цены и качества. Здесь учащимся начальной школы рекомендована серая или синяя цветовая гамма. «Многие классы вопрос решили еще до начала занятий, а некоторые классы сейчас продолжают решать. Ну, по крайней мере, одежда в школе видна, что это школьная одежда, это не джинсы, это не голые животы, как были раньше, это не рваные колени. То есть начальная школа практически вся приобрела и ходит в формах нарядные. Понятно, казаки и кадеты у нас ходят в форме». Кстати, казакам и кадетам по субботам будет разрешено ходить в свободной форме одежды, так как это уже много лет практикуется в лицее. Говоря о внешнем виде, учителя замечают изменения и в поведении школьников. «Они стали какими-то строгими, интеллигентными, такими солидными. И вот по коридорам нет такого сейчас, чтобы они где-то бегали. Ну, как-то это дисциплинирует ребят. И они не просто смотрятся, поэтому это влияет и на их внешний вид, влияет, наверное, и на поведение в школе». Со стороны родителей никаких протестов против введения формы не было. В Муравленко, скорее, они сами были его инициаторами. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. В «Газпромнефть» Муравленко подвели итоги летней оздоровительной кампании. Всего в этом году в лагерях Краснодарского края за четыре смены отдохнули порядка 70 детей сотрудников предприятия. Где и как провели каникулы школьники и с какими впечатлениями они вернулись домой, расскажет Эрнест Бавшин. Дети сотрудников «Газпромнефть» Муравленко отдыхали в двух оздоровительных лагерях – Нива и Креница, расположенных на территории города Геленджик Краснодарского края. Филиал не первый год сотрудничает с этими лагерями. В них есть все необходимое для обеспечения полноценного отдыха и развития детей. Отзывы детей и родителей об организации проживания, отдыха и досуга положительные. Дети с удовольствием рассказывают о мероприятиях, которые проводились в лагере, вожатыми и делятся интересными впечатлениями. Слова Татьяны Зинович подтверждают как родители, так и их дети. Десятилетний Даниэль Шарафиев уже второй раз отдыхает в Краснодарском крае и вполне остался доволен летними каникулами. Но при виде камеры ребенок засмущался. А вот его старший брат Джамиль довольно подробно рассказал об отдыхе Даниэля в Ниве. Хочу сказать о том, что ребенку там очень понравилось, потому что там было и пятиразовое питание, и ежедневные прогулки. Каждый раз они ходили на море, различные мероприятия, гельфинарии, аквапарк. И главный аспект, наверное, мне понравилась безопасность этого лагеря. Другая маленькая участница летней оздоровительной компании Екатерина Гордиенко оказалась более разговорчивой, и ее впечатлительный рассказ о лагере прервать было невозможно. Конкурсы были «Мисс Галактика». В том году у нас был про «Мистер Нива» и «Мисс Нива», а в этом году про «Галактику», про космос. У нас была «Мисс Галактика» второе место, а у Сережи было первое место. Тем, как отдохнули ее дети, осталась довольна и мама Кати и Сережи, Ирина Гордиенко. Я уже делилась впечатлениями со многими, со всеми, что времени практически нет. То есть родители, которые хотят каждый день слышать ребенка, это не вариант, потому что они приезжают, сразу же попадают в гущу событий, у них сразу же мероприятия, они сразу же организованы. Времени скучать нет, нет абсолютно. То есть приходят, там уже мы договорились, что раз в два дня, там в три дня, мне хотя бы смс присылают. У нас все хорошо, мы там искупались, или что там. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго, до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» Температура 8 градусов выше нуля.